Глава десятая, часть вторая. Вопрос номер один. Чего я хочу на самом деле? Очень важно понимать, что до тех пор, пока вы не задали себе этот вопрос, у вас начисто отсутствует всякое стремление к чему-либо. Понятно, что его и не может быть, так как стремиться вам не к чему, иначе вы бы уже давно сделали какие-то конкретные шаги к достижению своей цели. Многие люди проживают в таком вот подвешенном состоянии всю свою жизнь. Они как запрограммированные биороботы, которые просто реагируют на те или иные раздражители, поступающие из внешнего мира. При этом жизненная цель и стремление в них начисто отсутствует. Они просто не записаны в их мозговой программе. Поел, поспал, сходил на работу, уселся смотреть телевизор. Вот основной план действий таких людей. Скорее всего, вы не из их числа. По крайней мере, я сомневаюсь, что человек с подобным образом мыслей мог бы взять в руки эту книгу. Итак, чего же вы хотите? Как часто вы задаете себе этот вопрос в течение дня? И задаете ли вообще? А между тем, я настоятельно рекомендую вам взять такую привычку себе на вооружение, поскольку это очень действенный способ, который поможет вам определиться в потоке бесконечных мыслей. Кроме того, он поставит перед вами цель, задаст вектор, а в некоторых случаях даже даст волшебного пинка под зад, чтобы дорога по заданному вектору была легкой и веселой. Чего вы хотите от жизни? К чему вы стремитесь? Действительно ли вам нужно все то, о чем вы мечтаете? Но в таком случае почему? И зачем? Что вы с этим будете делать? Вы уже определились? Отлично! Значит, вам действительно нужно все то, что вы для себя загадали. Если же вы не уверены, то поразмышляйте немного над каждым из заданных вопросов. Вы должны твердо знать, что конкретно и зачем конкретно вы хотите. Здесь не может быть никаких «я не знаю точно, но, наверное, за этим». Или нет, я еще не уверен. Вы должны твердо представлять себе, что вы будете делать, когда наконец добьетесь своей цели. Многие люди говорят, что они хотят получить определенную вещь или пережить какой-то конкретный жизненный опыт. Но они не имеют ни малейшего представления о том, что они будут делать в тот момент, когда это произойдет. Позвольте задать вам вопрос, ну как тогда все это может с ними произойти? Это все равно, что сказать, я хочу того, сам не знаю чего, но точно знаю, что очень сильно хочу. Не смейте вливаться в поток таких людей. Немедленно выберите себе цель, если вы до сих пор еще не сделали этого. Иначе вы навсегда так останетесь человеком без цели. А это означает, как я уже ранее сказал, что и без будущего. Давайте разберем для примера конкретную ситуацию. Проблема на работе. Итак, ваша работа вас не устраивает, вы не находите общего языка с коллегами или же начальник не дает повышения. Может быть, вы головой уперлись в так называемый потолок и дальнейшего карьерного роста ожидать не приходится. Вы чувствуете себя нереализованным до конца, а может быть, вы просто хотите найти себе работу по душе. Все это одинаково важно. Любая из перечисленных выше причин достойна того, чтобы она могла стать вашим выбором. И никто не вправе судить вас за это. Все, чего вы желаете, достойно. Не нужно спорить и критиковать. Даже если вы просто хотите зарабатывать больше, это прекрасно. Проблема в том, что ситуация продолжается изо дня в день, и это однообразие начинает вас угнетать. Вы каждый день спорите с коллегами и делаете то, что не доставляет вам удовольствия. Ваш начальник, по вашему же мнению, понимает в своей работе даже меньше, чем вы, а кроме того, вы чувствуете, что способны на большее, а на данной работе вы просто тратите свое время впустую, так и не сумев себя реализовать. Если я угадал почти все или хотя бы пару каких-то конкретных деталей вашей повседневной жизни, не расстраивайтесь, ведь вы в силах все изменить. Просто задайте себе вопрос, чего я хочу на самом деле, и следуйте за своими мыслями. Не задав вопроса, вы не можете получить на него ответ. Но большинство людей только и делают, что тратят свое время впустую, ожидая какого-то чудодейственного случая, благодаря которому их жизнь вдруг резко изменится. А теперь скажите мне, как что-то может измениться, когда человек даже не осознает, куда он движется и к чему стремится? Задав себе вопрос, чего я хочу на самом деле, вы, вероятнее всего, поймете, что то, что происходит в вашей жизни сейчас, сильно отличается от того, что бы вам хотелось, а в данном случае это хорошая работа, которая была бы вам по душе. Тогда составьте список всего того, что должна включать в себя та работа или должность, которую вы хотели бы занимать. Не скупитесь на свои желания, хотя, конечно, они должны оставаться в пределах разумного. То есть не стоит писать о том, что вы хотите ничего не делать и при этом получать миллион долларов в год, так как вам вряд ли удастся убедить себя в том, что это возможно. Пишите только то, что вы реально можете себе представить. Иначе как вы сможете сделать то, что сами же считаете невыполнимым? Ваше подсознание в силах воплотить все задуманное, но только в том случае, если это не противоречит вашим внутренним убеждением. В противном случае вы получите то, о чем думаете, то есть вы ничего не добьетесь, потому что сами же считаете это невозможным. Составьте список, в котором укажите все те аспекты работы, которые вы хотели бы получить. Наверняка там окажутся вежливые и надежные коллеги или партнеры по бизнесу. Это действительно важно, чтобы в делах вы были окружены именно такими людьми. С ними всегда приятное имя дело, и я настоятельно рекомендую вам включить этот пункт в свой список. Если вы человек творческий, то подумайте о том, как вы могли бы себя реализовать. Возможно, вам подойдет профессия дизайнера или архитектора. Выберите все, что вам нравится. Главное, чтобы вы действительно получали удовольствие от работы. Конфуций однажды сказал, найди работу, которая была бы тебе по душе, и тебе не придется работать ни дня своей жизни. И я с ним полностью согласен. Спросите себя о том, чего вы хотите, и наблюдайте за тем, какие мысли будут приходить к вам в голову. Постарайтесь не упустить ни одну из них. Лучше всего это делать, находясь в одиночестве, в удобном месте. Возможно, это будет ваше кресло или кабинет. Главное, чтобы вам было комфортно. Также необходима полная тишина, иначе вы не сможете сосредоточиться. Порой достаточно просто задать себе вопрос, и вы сразу же найдете на него ответ. А иногда для этого может потребоваться какое-то время. Это не имеет значения, просто спрашивайте себя, чего я хочу на самом деле. Этот вопрос может быть направлен на конкретного человека, жизненную ситуацию или возникшую проблему. Одним словом, вы можете использовать его в любых целях. Помните главное, не задав вопроса, вы не найдете ответа. Только выразив свое желание в конкретной форме, а в данном случае это вопрос, вы обретаете возможность получить ответ. Как я уже сказал, иногда он может прийти почти сразу, и вам совершенно не потребуется проводить часы в поисках и ожиданиях. Но порой в жизни бывают такие моменты, когда вы находитесь, что называется, на распутье. Вы действительно не знаете, как поступить в сложившейся ситуации. Или вам кажется, что любое принятое решение в той или иной степени может привести к негативным последствиям. В таком случае просто задайте себе вопрос номер один и немного поразмышляйте. У вас может родиться мысль, которая в достаточной степени прояснит ситуацию, или же вы вдруг каким-то образом наткнетесь на нужную идею. Однажды я шел по городу, глубоко задумавшись и погрузившись в рабочие проблемы. Я никак не мог найти выход, и эта ситуация начала меня слегка угнетать. Хуже всего, что от меня тогда мало что зависело, но я всегда привык брать ответственность и принимать решения. В тот момент я, кажется, даже подумал, ну вот беда, что же мне делать? Проходя мимо обычного электрического столба, мое внимание привлекло кое-что странное, а именно листок бумаги, на котором была всего лишь одна фраза. На нем не было ни номера телефона, ни адреса, просто слова. Жизнь наладится. Верь в себя. Представьте сейчас себя на моем месте. Я минуты две стоял как вкопанный и перечитывал эту надпись. Она была просто приклеена к столбу. Но кто это мог сделать? И зачем? Какова была вероятность того, что я пройду мимо этого столба? Какова вероятность того, что это именно я пройду мимо него? И именно в тот момент, когда я задам себе этот вопрос? Я был потрясен. Я получил подсказку, успев сделать всего лишь несколько шагов. Мое настроение мгновенно улучшилось, и я уже не сомневался в том, что у меня все получится. Вот такие чудеса иногда происходят в нашей жизни. Я глубоко уверен в том, что каждый человек может добиться своей цели. Но это произойдет только в том случае, если он твердо уверен в том, чего хочет. Спросите себя, какую работу вы хотите иметь? Какой жизнью вы хотели бы жить? Составьте список того, чего вы хотите, а также почему вы этого хотите. После чего ищите любую возможность для того, чтобы воплотить свое желание в жизнь.